Основная причина смертности населения в Ивановской области, как и по всей стране, сердечно-сосудистые заболевания. С инфарктами и инсультами в больницу попадают чаще, чем с чем-то другим. Нередко это связано с безответственностью самих пациентов. Ленятся или просто забывают померить давление. У меня были серьезные случаи, когда я за счет давления получал инсульт. Обязательно надо мерить давление, потому что по своим ощущениям внутренним мы не сможем понять, каково оно у нас сейчас находится. Чтобы сократить вероятность возникновения инфарктов и инсультов и смертность, партия «Единая Россия» в рамках народной программы запущен в регионе проект по дистанционному мониторингу давления. В поликлиниках уже начали подбирать участников проекта. В каждой поликлинике есть группа под диспансерным наблюдением с сердечно-сосудистым заболеванием. Их задача отобрать. Там одно из важных условий – это возраст старше 60 лет. И обязательно условием это бывают персональные данные, которые необходимы для обработки в итоге результатов обследования. Каждому пациенту выдадут автоматизированные тонометры. Аппараты будут мониторить давление три раза в день и направлять данные в специализированную организацию. Компанию выберут после проведения конкурсных процедур. Важность этого проекта в динамическом диспансерном наблюдении больных, страдающих артериальной гипертонией. Для того, чтобы своевременно скорректировать лечение и избежать каких-либо осложнений и последствий. В августе 18 тысяч участников получат автоматизированные тонометры. Показатели будут собирать в течение трех месяцев. Реализацию программы проконтролирует областной департамент здравоохранения. По официальным данным, в других регионах дистанционный мониторинг давления позволил сократить смертность на 30%. Марина Зеина, Владимир Хмельев, телекомпания БАРС.